Всем привет! Сегодня мы с вами в багетную мастерскую пришли. Меня спрашивают часто, где я оформляю работы свои. Вот багетная мастерская в Оренбурге, 8 марта 35. Цены нормальные, оформляют аккуратненько. Но вы видели, я вам уже много работ показывала. Сегодня буду оформлять свои картины. Сейчас покажу какие. У меня скидка 5% есть в этой мастерской. Вот эти сегодня картины буду оформлять. Матронушку. Это мусульманская тематика для Тимура. И свою огромную картину белые розы. Девочки мне сейчас помогут багет выбрать. Я сама очень часто сомневаюсь, но здесь работают специалисты, которые всегда мне предлагают то, что мне нравится. Мне кажется, вот эта яркая на себя внимание берет. Я бы тогда лучше скорее темный. Такого оттенка не будет. То есть можно такой. Вот уже на ваше смотрение. Мне кажется, сильно поспокойнее будет. Да, вот эта. Мне двойная здесь не нравится рамка. Да, просто, наверное, рамочку. Ну, хотя, опять же, это смотря куда, по назначению. А я еще вот думала, чисто беленькую, узенькую у вас есть рамочка. А вообще без сего? Да, без сего. А вот она выше, моя любимая. Да, 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 вот эта. Я мечеть оформляла в эту рамку. Здесь золотинка, а ни к чему тут более. Да? Мне кажется, здесь скорее серебро. Тут серебро, да. А серебро нету. Серебро чистое есть, но как-то не блесеть будет больше. Ну да, этот блеск у нее. Ну пока вот фаворист вот этот. Пока вот этот, да. Я вам показываю, девочки, процесс, как мы подбираем. Просто тоже, чтобы было что-то посмотреть. А вот эта, в принципе, симпатична. Выделим акценты. А вот эта мне нравится. Она тоже как бы смотрится, как вот тут, край ажурный, она как продолжение. Вот эта мне нравится больше. Давайте вот эту оставим. Вот эти вот бусинки, если без короба, прижмутся, да? Да, тут либо короб, либо двойную раму, потому что в огурчную рамку не поместится. Будет выпуклость с обратной стороны. Да, мы делали, по-моему, двойную рамку. У меня уже была такая икона, мы делали двойную. Девочки под розы прям сразу подобрали, вот это приложили. Мне она больше всего понравилась. Я больше ничего выбирать не стала. Широкая вот такая рама, двойная. Ну, увидите, какой вариант. Через светлый и можно через более коричневый еще посмотреть. А вот это не очень массивно будет. Это если короб у нас, да? Можно сделать не короб, можно сделать что-нибудь вот так. А мы вроде бы маленький подрамничек вот сюда вставляли, вот до этого делали. Вот так вот сделать, то есть вот сюда ложится стекло на первую рамку, вторую закрываем. Просто здесь в чем фишка? Здесь у нас цельная конструкция получается, а здесь торца будет, видите, вот такое. Вот можно вот так вот сделать. Вот, это вот вариант. Это двойная рама, но здесь идет как двойная рама. Когда идет короб, она торец, во-первых, ее можно поставить будет, потому что она будет вот стоять. Видите? Во-вторых, торец будет более красивый. Вот здесь образцы висят оформление, можно посмотреть как с коробом, как с паспарту смотрится. Вообще, я люблю вот такие вот рамы ажурные, но мне кажется, она слишком широкая. Она забьет, мне кажется, совсем забьет. Работа маленькая. Вообще, я обожаю такие рамы, рострезные. А эту мы пробовали, беленькую? Вот это первый вариант. Можно, в принципе, если это кажется вам виден лодковато, то вот. Большая, видите? Вот это у нее уже все закрыто здесь. И она, я говорю, ее можно ставить. Тем более маленький размер, она будет стоячая. Ну, да. Ну, да. Смотрите, здесь можно тоньше просто рамку поставить. Вот, да, если потоньше, потому что на больших картинах массивные рамы мне нравятся, как смотрятся, а вот на маленьких немножко забьет. Ну, тогда вот так, потому что здесь больше нет бакета, чтобы было. В принципе, она и эта, хорошо, которая потемнее, и светлая, хорошо. Да, тут же фон у вас тоже светлый, воздушный, то есть либо к фону, либо к окантовке темно. Тут уже, опять же, на ваше усмотрение. Это оформляли, да? Да, здесь овальная паспарту и внутри вот бархат там сделана. Это у вас сейчас, да, делают такие шкатулки? Да, пожалуйста. И сколько она такая выходит, шкатулка? Ну, вот именно эта она вышла 1200 где-то. Ну, от 1000 до 1000. Это шкатулка ваша? Да, нам принесли просто вышивку. Это я вам приношу только работу и за 1200 такая красота? Да, да, вот именно эта вышла 1200. Обалдеть, я так обязательно оформлю. У меня есть дома картина. Фурнитуру, если хотите, можете свою привезти. Здесь бывает и с замочками, и ножки можно как бы это все прикручивать. Фурнитуру везде продается. Обалденно. Девчонки, вы видите, какую делают красоту? И всего за 1200. Все материалы отсюда из багетной. Только вышивку приносите. Такая красота. Вот 2479 рублей. Вот, девчонки, смотрите, за три картины 2479 рублей. Ну, сегодня без паспорту, но, в принципе, я считаю, очень даже за три картины цена. Если интересно. Спасибо, девчонки. Девочки, вот эта 5% скидка, это раньше давали карточки, я постоянно здесь оформляю. Если сейчас вы будете делать заказ, то на разовую работу вам могут предоставить скидку, если оформление у вас будет от 3000. Вот если вы принесете работы на 3000 и выше, то на этот заказ вам сделают 5% скидку. А карточка только у старых постоянных клиентов, как у меня. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok